Всем привет, ребята! Сегодня у нас на осмотре будет две Газели. Сегодня мы снимаем ролик в рамках подбора автомобиля. Подбор заказал Михаил со своим братом. Хотят купить одну газетку. У них уже есть какая-то свежая, да, вот Газель Next. 2017. Да, они хотят поставить еще одну газель на маршрут и, соответственно, зарабатывать больше денег. Сейчас мы будем осматривать Газель 2011 года с двигателем Cummins и с рефрижераторной установкой Ellings. Наша задача осмотреть двигатель, кузов, проверить оригинальность пробега и, собственно, резюмировать в конце, стоит ли эта машина этих денег, которые за нее просят или нет. За этот автомобиль просят 430 тысяч, да? Так, ну, как всегда, не будем тянуть кота за хвост, приступаем к диагностике. Сейчас подключаемся к блоку управления и смотрим заявленный пробег и оригинальный пробег. Нас интересуют, установлены какие агрегаты на этом автомобиле, родные или уже имеемые. Соответственно, если агрегаты имененные, блок управления имененный, искать оригинальный пробег не имеет никакого смысла. Подходим к блоку управления, есть информационные таблички. Нас интересует год выпуска и указан номер двигателя. Апрель 2011 года, соответственно, у нас соответствует машина апреля 2011 года. Здесь на крышке двигателя уже отсутствует информационная табличка. Это говорит о том, что сюда лазили, мы видим новые форсунки. Вполне возможно, что крышка уже не родная, ее повредили при съеме предыдущих форсунок. Заявленный пробег на данном автомобиле составляет 237 тысяч километров. Подключаемся с помощью дилерского оборудования. Смотрим на оригинальный пробег. Он составляет 327 тысяч 800 километров, что на 100 тысяч километров больше, чем заявлено. Далее смотрим количество израсходовано топлива. Всего за время эксплуатации этого автомобиля было сожжено 39 тысяч литров. Чтобы посчитать реальный расход, нам нужно поделить этот пробег на 12 литров. В среднем газель с двигателем камень сожжет 12 литров и умножить на 100. И получается у нас 39 тысяч литров делим на 12 и умножаем на 100. Получаем наш оригинальный пробег. 325 тысяч километров. Далее. Сейчас проверяем, сколько моточасов данный двигатель проработал. Так как автомобиль оснащен рефрижераторной установкой, очень много этот автомобиль простаивает перед магазинами для поддержания заданной температуры в кузове. Поэтому для эксплуатации по городу это будет 25 километров средняя скорость. Поэтому мы берем наши моточасы и умножаем на 25. Берем 14 тысяч моточасов, умножаем на 25 километров в час среднюю скорость и получаем примерно 350 километров. У нас оригинальный пробег. Соответственно, можно с уверенностью сказать, что здесь спилена соточка. Скорее всего, просто поменена приборная панель или поставлена бушник. Проверяем топливную аппаратуру. Нас интересует работа ТНВД и слив топлива в обратку. Давление в топливной рампе держит. Оно соответствует заданному давлению блока управления. У нас сейчас 375 бар. Оно дойдет после прогрева до 400 бар. Тут все нормально отрабатывается, вопросов к этому нет. Сейчас проверим давление турбинадула. Сейчас мы будем оценивать состояние поршневой группы. Нас интересует количество прорываемых газов, которые прорываются в картер двигателя через уплотнение, через поршневые кольца. Если у нас в картере газа 25 литров расход в минуту, то это говорит о хорошем состоянии двигателя от 25 до 30. Если превышает, то это уже двигатель требует ремонта. Сейчас прибор показывает росток в 40 литров в минуту. Это как раз та грань, когда уже находиться за рулем этого автомобиля дискомфортно. Картерные газы попадают в салон и водителю очень тяжело находиться в этом автомобиле. Это говорит о том, что двигатель сейчас нужно уже в капитале. Через вот этот патрубок клапанной крышки прорываются картерные газы. Они выходят в атмосферу на Евро-3 и скапливаются в подкапотном пространстве автомобиля. Здесь у нас скворечник. Забор воздуха выполнил не очень качественно на этих автомобилях. Он здесь состоит из двух частей пластиковых. Они не герметичны. Когда здесь скапливается, замещается картерными газами весь объем моторный, то через моторчик печки сюда в салон автомобиля попадают вот эти все газы. Соответственно, если долго ездить, это постоянно отравление организма идет. Ты приезжаешь домой, у тебя головная боль. И как бы находиться в этом автомобиле неприятно. Все вещи будут вонять. Здесь мы видим новый вакуумный насос. Здесь мы видим новый теплообменник белый. Здесь мы видим новый антифриз. Это у нас была эмульсия в бачке. Масло попадало в систему охлаждения из-за теплообменника. Здесь заклинил просто привод вакуумного насоса. Тормоза колом встали. У нас подтекает поддон. У нас подтекает задняя плита. Заднюю плиту нужно вывешивать двигатель, снимать заднюю плиту. Заново герметик делать и соединять. Здесь уже ТНВД. Уплотнение делали, видно, сухой. Турбина работает. Турбина родная и оригинальная. По кузову машина в оригинальной краске. Здесь было небольшое ДТП. Карман ремонтировался под пластиком. По зазорам она вся такая бывалая. Здесь смятина, подкрылка. Из-за этого дверь наезжает и не закрывается у нас зазор. Такая не самая лучшая, конечно, по кузову. Но здесь присутствует хороший фургон. Рязанский фургон. 50 мм. Стоит эллиндж. Судя по всему, наверное, рабочий. Сейчас проверим. Ну, вот такой вот у него внешний вид. Бампер не, уже меняный. Не выцвешивший, не оригинальный, так сказать. Номер двигателя соответствует. То есть блок еще не меняет. Все равно. Потому что машину с меняным блоком на учет проблем их поставить. И, соответственно, проблем их продать. Прекрасный салон, который можно запустить в космос и там зародится жизнь. Посмотрим, что тут прыгает компрессия, в каких цилиндрах. Больше, в принципе, особо смысла нет тут копать дальше по мотору. Посмотрим, что в следующей машине. Видим неравномерную компрессию по всем цилиндрам. Особенно бросаются в глаза у нас третий и второй цилиндр. Сейчас я вот подпишу. Вот это у нас первый цилиндр. Это третий, четвертый и второй. Кто не знает порядок работы цилиндров. Первый, третий, четвертый, второй. Собственно, такой двигатель можно сделать экспресс-диагностику и сразу приговаривать, отправлять, ремонтировать двигатель. Или ездить так, ждать, пока он умрет своей смертью. Он может так ездить очень долго, в течение года. Так, по этому автомобилю нам нужно сделать какое-то резюме. Здесь нужно делать по-хорошему двигатель в 100 тысяч рублей. Чтобы не быть голословным, давайте перейдем на сайт Astro Motors. Тут самые дешевые оригинальные запчасти к двигателям Cummins. Ребята облегчили нам работу, и мы можем в один клик купить полный набор с поршнями и всеми прокладками. Все это удовольствие у нас стоит 29 500. Чтобы понимать, откуда берется сумма 100 тысяч рублей, нам еще помимо запчастей нужно будет заплатить за снятие двигателя. Это 12 тысяч рублей. Гильзовка блока примерно 16 тысяч рублей. И за работу мотористов 35 тысяч рублей. Вот и, собственно, набирается 92 тысячи рублей. Сильно она изношена по всем узлам и агрегатам. Это тоже дополнительное вложение. Ну, тут минимум на полтаху. То есть, там и коробка. Это в коробке, например, течет масло. Это сальник, втулка хвостовика. Задняя плита на двигателе тоже массовая. Ну, это все нужно делать. Это все стоит приличных денег. На такой машине куда-то взять в работу, поехать, сразу не получится. 430 тысяч очень дорого. Даже учитывая, что наличие рефрижератора, край для этого автомобиля 380 тысяч на данный момент по рынку. Сейчас будем осматривать следующий автомобиль. Субтитры сделал DimaTorzok